мне часто задают вопрос как мы с мужем целыми днями находимся вместе и не надоедаем друг другу наверное секрет в особых отношениях и в отношениях друг другу но иногда я оставляю мужа оставляя своих животных и уезжаю как и сегодня поехала я в москву встречаться с 12 женщинами может быть где-то мне это и не хочется но я точно знаю что нам женщинам это просто необходимо такая своеобразная перезагрузка нужно сменить взгляд сменить обстановку и это родит новые мысли чувство вдохновения наполнение поэтому я это сделала беру вас сегодня с собой будет потрясающая шляпная вечеринка много женского смеха веселья ну и как всегда будет красиво добрый день мои дорогие зрители и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей ну по пейзажу понятно что я в москве понятно что я сегодня не в огороде не с огурцами потому что я сбежала вообще мне кажется что каждой женщине нужно рано или поздно найти какое-то время для себя для подруг а сегодня нас ждет еще и шляпная вечеринка да 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 потому что я иду на самом деле на встречу с двенадцатью женщинами только с двумя из которых я виделась в реальной жизни а с остальными я знакома виртуально на своем канале и некоторые из них проходили обучение на моем курсе по цену и на моем курсе по ютубу поэтому мы с ними много общались онлайн они меня хорошо видели знают а я их видела ну соответственно только по их комментариям и по какой-то обратной связи кто же эти люди для меня вот я знаете раздумывала над этим вопросом когда ехала и хочу вам сказать вот есть такая классификация до подруга знакомая приятельница ну вот я не могу сказать что эти люди мои подруги или мои знакомые ведь я с некоторыми из них даже никогда в жизни не встречалась или мои приятельницы нет наверное меня это близкие люди кто такие близкие люди это люди которые близки тебе по духу и с которыми ты готов делиться а они в ответ делают тебе тоже какое-то добро и готовы тебе помогать наверное это такая удивительная категория если можно так сказать но не очень хорошее слово в общем это удивительное состояние которое мы в том числе привел меня youtube телеграм блогерство и знакомство со всеми вами потому что они как вы я как они и все мы вместе в общем сегодня будут удивительные встречи так что оставайтесь со мной а у нас будет визажистка 1 канала который будет делать нам легкий визаж будет легкий фуршет все это организовала да еще фотосессия все это организовала юлия сиверцева с которой я знакома очень давно по своим украшением видите как тесно переплетается мир и жизнь юлия знакома по украшениям юля очень интересный человек и в том числе соведущая в днк на нтв и сейчас она открыла свой салон красоты где будет проходить эта встреча но обо всем расскажу дальше особенно что это шляпная вечеринка не забываем будем мерить шляпы мы сейчас с вами приехали метро калужская и идем к бизнес-центру я там еще ни разу не была где юлия открыла свой салон как я вам уже сказала туда приедет 12 женщин практически 11 друзей оушена и мы будем знакомиться друг с другом так вообще знаете это всегда удивительное ощущение когда ты вроде как знаком с людьми и они про тебя все знают а ты про них не знаешь ничего вот это всегда меня впечатляет так и скажем и что касается шляпной вечеринки с нами будет лилия бондарева это шляпная фея с ней я тоже увиделась так скажем живую у елены рониной у нас общий знакомый елена ронина и лидия тоже обучался меня по дзену у нее есть свой канал на дзене и я дам ссылочку в описании к видео поэтому будем не речь шляпа шляпа у нее необыкновенные ну вот уже подходим сейчас не слышно меня или нет будем надеяться что моя брошь и тохлая мышь микрофона смехом как-то спасет ситуацию от ветра него гео такой вот новый бизнес центр наверное может быть все увидим мы с вами благополучно дошли ветром нас не сдуло здесь смотрите какие красивые камни выложены спирейка чувствуется не очень пережила зиму так идем какие-то тоже светильники мы все подмечаем с вами детали а вот а вот и они я думаю что вы некоторых из них даже знаете всем здравствуйте нас уже тут встречают да привет вот она теплая встреча а вот уже и работает визажист настя а я красивая сейчас надо будет обниматься конечно очень хорошо это же очень хорошо совсем не станет знаком виртуально виртуально я знаю виртуально виртуально мы коснулись к нашим эмоциям так что сейчас буду вам все рассказывать и показывать хозяйку покажу а буду делать макияж специально как накрасилась я совсем слабо только губы и ресницы потому что очень интересен знаете взгляд на тебя стилиста ну визажиста посмотрите какая красотка неземная кто узнал юлю у нас не есть тоже ни один выпуск на канале приветствую всех друзья сегодня у нас потрясающий праздник девочки собрались мы организовали шляпную вечеринку этого шляпки будем мерить попозже приглашаю вас свой салон в эту красоту вы сейчас все увидите увидите как мы преобразовываем как вы меняем внешность как вы создаем красоту и стиль так что не стесняйтесь заходите сюда к нам мы всех ждем 24 на 7 салон называется сова работает 24 на 7 обалдеть круглосуточный салон то есть если вдруг ночью вам пронзительно захотелось красоты бегите все сюда на самом деле когда вместе собирается столько женщин то вечер перестает быть томным а еще когда собирается столько женщин которые занимаются блогерство вы посмотрите что происходит вокруг таня таня это что за туфли ну даже не крути ногой я не успеваю поймать фокус это что невероятно ты как на ней стоишь ну-ка вот смотри я стою я похудела я теперь могу на них стоять потрясающе я могла раньше могла только эффектно лежать это тоже неплохо смотрите это же балетки на каблуке вы поняли это были балетки а к ним присобачили каблук слушай танки очень креативная а еще и и колготки у нее в сетку это куда бечь я сама ничего да сама ничего я вот извини в кроссовках мне даже как ты знаешь на фоне тебя неудобно городской житель с машиной может себе позволить да а мы деревенские а вот у нас есть здесь еще представитель канала розы и козы вот посмотрите на эту красотку разве можно подумать что это розы и козы но розы я могу понять а козы-то тут причем даже пожалуйста про розы колотами она татьяна да я все помню видите я вам никогда татьяну живу это уже не видела но я ее сразу признала а еще говорят что у нее какой-то невероятный сыр да сыр очень вкусный но сыр делаю не я мама моей подружки в которой мы занимаемся розы мы розами занимаемся мама козами занимает где все у нас происходит в воронеже из воронежа приехала на поезде на нашу тусовку вообще рамонь воронежская область поселок рамонь и вот вот и такие необычные называются ла-манчо и лубийские молоко у них как пломбир на вкус в этих поз сыр не пахнет там какой-то и не знаю непонятно не вкусно но сейчас мы сегодня мы попробуем я привезла обязательно как я хорошо заехала поесть поесть это хорошо туфли посмотрела там поела тут розы и козы о это вот у нас мастер мастер фломастер вот видите сам себя представил да это у нас оксана карамушева виват или жизнь по карману так я вам все мои дорогие подписчики в описании к видео дам ссылки на дзен каналы участников сегодняшнего мероприятия поэтому кто захочет поближе познакомиться вот и шляпная фея пришла но сейчас нам сначала оксана расскажет чем она занимается а потом мы пойдем встречать шляпную фею оксана мастер стилист мастер парикмахер а прям по ней видно парикмахер да парикмахер колорист привезла сюда свои брошки выбирайте пожалуйста можете себе тематическую брошь вот смотрите какие-то ты сама делаешь тематическую брошь пожалуйста выбирайте будете носить и с удовольствием этот вечер проведете это очень интересно мне подходит вот это сразу я поняла рука сейчас мы примерим как вы считаете мне кажется что мне очень не даже вот с моими блестящими сочетается давай прикреплять этот вечер проведу с твоей брошью ой сыр и брошь и шляпки это же вообще можно с ума сойти хорошо я от огурцов оторвалась вовремя надо все-таки иногда как-то знаете менять обстановку для того чтобы жить хотелось еще активнее хотя мне кажется что уже не уже не буду и фотограф под софитами камер я со всех сторон камеры я сегодня буду судить и прикалываться сразу предупреждаю потому что у меня хорошее настроение я в кругу друзей теперь идем ищем фею так а это смотрите нас ждет форшет это заказали все для фазы буки вкуса мы творчески подошли к вечеринке поскольку мы сами для себя все это организовывали а в большем плане нам это все помогало сделать июля хозяйка этого салона мы все сбрасывались посчитали бюджет и бросились все на визажист а вот и шляпная фея здравствуйте здравствуйте вот это лидия бондарева шляпная фея просто что у нас шляпная фея и видите она в шляпе это сразу ясно что она шляпная фея сейчас я буду мерить шляпы а вы мне расскажите потом в комментариях какая мне больше всего подходит потому что мне кажется что мне не подходит ни одна шляпа у меня не шляпная лицо а мы еще просто не померили те шляпы которые вам опоздали короче сейчас будет флешмоб найди свою шляпу мою найди мою шляпу я очень рада что мы повод вообще чудеса девочкин девочкин повод а это лена видите лена пристроилась кадр так лена между прочим практически моя соседка до владимирской области тоже приехала на нашу шляпная вечеринка и тоже ведет канал день недавно так бывает называется так бывает и рассказывает про свою интересную и различную разнообразную жизнь а еще лена профессиональный поток вот я все знаю я пусть никогда не виделась но я все знаю а снимает нас сейчас светлана тоже практически моя соседка она из ярославля у нее чудесный огород обалденный сад и она большая специалистка по винограду да ну небольшая по северному винограду по какому винограду тут вас или который растет на севере а самое поразительное что все а те замечательные женщины с которыми вас сегодня знакомлю они вообще-то просто мои подписчицы были а потом мы все стали общаться как-то более тесно да более тесно я стала смотреть нашу заинтересовалась очень много делает очень много и только было это я все знаете к чему говорю к тому что есть с вами мы тоже обязательно в жизни встретимся а сейчас него там вижу и кое-что интересное сейчас вам покажу я у нас тут не просто а креативные творческие во все разносторонние вот сейчас я вам хочу показать во первых это привезли шляпы и обсуждают сейчас как лучше демонстрировать какие красивые ободки посмотрите что нас ждет это что-то невероятное а во вторых и еще коробка очень красиво сейчас будет а еще у нас есть слова флорариум которая тоже сделала сана который я вас сейчас познакомлю да это сделала сана на это делать своими руками тоже проект рассказывать на своем канале этот свет лишь не там не обращайте на не на это самое просто мне через два дня выставка поэтому я так подумал что короче вот этот цвет во первых я про него писал это тот самый английский берет который да у него совершенно потрясающий цвет потрясающий в нем и розовый и коричневый и серый он подходит вот буквально всем и ко всему вот почему только его не и к серому и к черному естественно коричневому розовому и темно-стыльному вообще его нам к лицу практически потому что вот этот такой цвет вот он так увидеть как ну как бы он называется у тех кто продает у фитера назвать и капучино но ты сюда будет и розовато-бежевый какой-то да при этом не светлый и не темный в общем цвет очень универсальный а как же ты пришла к такому цвету вот как ты его нашла это как-то ты красишь или как а нет нет это готова готовая в это я уже выбираю с того сериал да из того что можно купить но честно говоря с материалами очень большая проблема была всегда и раньше два года назад она стала прям очень серьезный а сейчас я вообще не знаю как дальше будет ну то есть мы как-нибудь будем дальше будет еще лучше чем да я тоже думаю что как-нибудь что это все будет она снимает видеокамеры вокруг снимите нас немедленно очень красивая нас что-то ожидает очень круто недорогое самое главное чтобы там была толпа детей я вообще с ними разговаривал понятно а я по волоку с удовольствием просто это моя мечта я же огурцы до поставила вот по волоку ее будет солить еще рано будешь обрабатывать будем обрабатывать накрашенные красивые с таким шикарным поедем за огурцами вот уже действительно начались примерки шляпок очень хорошо тебе да Лидия сказала что нужно носить ее слегка симметрично чтобы немного было виден край брови если они красивые и соответственно то есть вот немножко что прям волос была тоже видна прям мой фасоль я правда не так как он называется но тебе очень органично а тут пока стали раздавать сыр я же конечно должна попробовать смотрите какой красивый с пожитником правда такой необычный вкус для козьего это же козий сыр у нас еще невероятно мне еще не сделали макияж поэтому я еще как раз увидите как я поменяюсь для макияжа а здесь пока уже происходит при мерке ну конечно ты схватила ободок кто бы сомневался это не по рекомендации мастера она подбирает по стилю интересно что же мастер подберет мне симпатичная сама универсальная шляп что мне кажется тут есть один такой чисто у всех психологический момент мы просто все в массе своей дне привыкли к шляпу шляпы такой как бы мне не обязательно аксессуар поэтому как бы его и нет у нас а так вообще конечно нет женщин у которого шляпа не шла на самом деле мой текст про то что мне не идут шляпы он не просто так я же с украшениями работала на выставку рядом со мной всегда стояли со шляпами но не один мастер я много кого знаю ты не представляешь сколько людей пытались примерить мне шляпу потом в конце концов они мне сами говорили нет у вас не шляпное лицо поэтому я и говорю но сейчас не шляпный ли да да сейчас может быть мы развеем этот вот представляешь да вот такая история поэтому мне очень интересно как уже шляп в результате мне предложить вот очень а учитывать потому что раз я в этом оделся таким образом то что ты не нравится ему точно идёт не учитывать это нельзя полностью согласна украшениями также я всегда говорю о какого цвета у вас одежды всякой из такого примерные покупать украшения тогда они ко всему подойдут учитывать что чему человек уже собственная душа я не вижу пишите мне как вам 1 1 это конечно не шляпка скажем ободок тюрбан и он просто здесь совершенно замечательный бархатный шелк я была совершенно влюблена натуральная 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 вообще все шляпы такой вот аксессуар я в полный он в полном смысле слова аксессуар так хочу что предложить конечно я честно говоря когда вот эту шляпку она может быть великовато по размеру потому что у нее большой размер но для того чтобы сейчас мы еще дать не на полный даже не случайно привезла здесь еще как раз по пайлю наше а вот это карьера на какие-то ну как любые шлип они любят не функции даже поэтому вот хорошо когда что-то клуба на по цвету и в принципе вот ну конечно понятно что я платье что-то как такой вечерний образ конечно шляпа это не совсем уличный вариант но чтобы не было надето здесь однотонная что-то как-то сриховать по цвету и пора менять образ жизни видеть если красиво выседать в беседке с видом гламурный я строю беседку а вид гламурный бездельный бездельница у меня легко понимание вот видишь шляпкой надел что вообще тебе как бы не нужно это же было тебя даже вообще твой какой-то такой вот не смысле бездельницы поедешь на какую-нибудь повышен заказывать там просто все и так-то все ложатся а то вообще все упадут штабеля вообще шляпа в этом смысле работа на фабрику когда есть заказан попроще одеваться а то как штабелями все начинают по ценник возрастает там как раз лучше прийти в речке я даже не знаю где уже гламурно выступить ну вот среди вас если только или подпишитесь вы классно сада просто вы прекрасно спасибо они главное такие приятные на ощупь я сразу не буду ее трогать не ровно другой чистыми руками она такая легкая она просто невесомая я вас всех призываю зайти к лидии на канал в дзене она там выкладывает видео с процессом как создаются эти шляпы это невероятно вот как я сказала ссылка на все аккаунты присутствующие будет в описании к видео спасибо большое еще не хочу конечно мерить это всегда приятно мне тоже хочется все перемените даже вот вариант на вас уже есть вот это прям и без и нежная бежевочка так меняем шарфы Грюки переворачаются. И тут должна звучать в монтаже французского. Оператор отжигает. Как можно сказать, что у Даши нет шляпы? Вставляешь? Нет, не вставляю. И на выставке в гостинке, я стояла на модном, Вашим Мико, со своими украшениями, вокруг меня были шляпы. Это были, как у Винни-Пуха, неправильные шляпы. А вот у меня правильные шляпы. Он немножко другой. О! Нет, это простит. Нет, започка, наверное, это не. Ну мы пробуем, считай. Мы как бы у нас попробуем. Иногда можно... Кепочка, наверное, надо с собранными волосами сделать. Может быть, да. Да? Конечно. Можно оператор скажет? Да, оператор скажет. Просто другой костюм и будет вообще идеально. Да, да, да. Рубашка. Такой стильный, брюки, рубашка и вообще прям, да. То есть одна и та же шляпка, ее можно применить по-разному. Наташа. Да. Он как бы прям вылезает, да. Вот был бежевый там какой-то, розоватый, розоватый. С розоватым словами. С каким-то бежевым коричневым будет вот коричневый тогда играть. А сейчас сиреневые его ноты начинают играть, да? А самое интересное, мои дорогие зрители, у меня нет зеркала, я-то ничего этого не вижу. И хорошо, да. Только прямым-домомом. Но музыка льется уже, да. А музыка уже льется. Та-дам, та-дам, та-да-да-да-да-да-да-да. Тут за кулисами просто самый настоящий профессиональный. Вы вынимаетесь вообще, что за тусовка? Это подобное к подобным. Точно. флора флорариум это вот саны и винипушек который у валерий леонидович в машине висит и бутылки для масла это все сам присылала вот это делает она своими руками маленький да 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 сразу прям такие женственные иди галчонок прыгать и дождик я вот еще вот это глаза прям подчеркиваю да 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 очень необычно хорошо что у меня все на видео останется я хоть на себя посмотрю вот лидия показывает как одним движением руки в шляпе можно поменять образ вообще наоборот что-то французское у меня какая-то санте ну прямо с коко шанель вот что-то про вам да оксанте так хорошо этот цвет вообще опять же потому что и ритма такая же точно вот этот синий и брюки превращаются в настю Лена, покажись. Это шикарно. Вообще, так тебе хорошо. Согласна? Согласна. Сама удивлена. А здесь преображение происходит. А вот еще, мои дорогие зрители, я вас хочу познакомить с этой женщиной. Это Татьяна, которая одна на 5 или на 50 гектарах. Да ладно, на 50. С ума сошла. На 5, конечно. Это Татьяна одна на 5. А пока еще на 5 гектарах одна. Татьяна, я вообще в доме, в квартире живу. Я просто набиваюсь к Славе, круженицу. Что я просто с ней не рада. На самом деле, Татьяна, я, смотрите, еще в шляпе осталась. Похожа, мне кажется, на Мори Поттер. Татьяна, это, так скажем, теневой генерал. Только благодаря ей существуют мои курсы. Вот. Потому что именно Таня меня на них сподвигла. Нет. Именно Таня меня на них сподвигла. Потому что когда-то мне было лень. Потом мне было страшно. Потом мне было опять лень. А Татьяна мне говорила, тебе надо, 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 да. Это мой продюсер и методолог, благодаря которому существуют мои курсы по ютубу и по цене. Спасибо тебе, дорогая. Вот что. Познакомила вас тоже. Продолжаются шляпные примерки. Смотрите, какие они все интересные и необычные шляпы. Как сразу девушки преображаются, да? Казалось бы, что там? Какая-то бедилица и тряпка, да? Как интересно? Не его или не Олег. Везде смотри. Конкуренция фитмидал там нет. По самому. По самому. Вот и Светлане, смотрите, какую подобрали. Слученьком отделясь снимаем, мы больше чем не есть. Я оттуда шляпу сейчас снимала. Тоже, да, очень подходят шляпы вообще. Ну что, пришла? Я почти после авокадра в этой. Здравствуйте. Да? Вот мне говорят, что Дарья. Синяя, а что ты лошадь и помнишь? Тогда вообще, пожалуйста. И хоть, хоть осленка. Нет. Верну. А там что происходит? Зановись. Настя уже в образе. Танечка, поверни. Давайте. Вертите. Вот так. Ты, товарищ. Здесь мы тебя приедем. Интересно. Ашу. Мне до них не видно? А почему? Пусть будет. Да. Продолжение следует... Запад. Ветреной двери. Давайте. Продолжение следует... Ветbinя за Pedro. Ура. Solomon. Ветя. Наталья за Pedro. Наталья заger. О types. Или баррёр. у меня закончили делать макияж может быть ярковато немножко как-то даже непривычно мне я давно так ярко не красил как вам результат ну а сама наша вечеринка продолжается полным ходом пока я у меня красили уже начался фуршет все общаются все очень рады что встретились что познакомились и говорят что еще два месяца назад когда начинался марафон и туда же но многие не могли предположить что они окажутся здесь москве что обретут столько новых друзей столько новых планов каких-то творческих ну в общем представляете что творит в жизни желание и возможность делиться вот мне кажется что от того что мы друг другом друг с другом чем-то делимся своими знаниями своими эмоциями своими желаниями все это закручивается и выливается вот в такую энергию какое-то общение любви взаимопонимания взаимопомощи в общем я тоже на эмоциях и на настроение таком прям вот рада с вами поделиться этим своим состоянием может потом общую фотку сделать общую общую потом вот сделать сейчас делаем погодите иди сюда я еще художник вашкина красотки так иди к нам тоже не нет я не вписываюсь наше платье а у меня еще девочки подарочки вот цвета сплела мне вот такое чудесное кашпо а таня привезла мне и своего питомника розы и козы розу какую жасмина жасмину вот она пойдет подружкой к моей жасмине вот такое кашпо а самое интересное что я сейчас с настей еду гулять по центру москвы и буду идти вот такая волшебная с кашпо и розой вот так и буду идти по москве такая вести с кашпо и розой и шляпку шляпку у меня правда заберут шляпкой было бы вообще круто вся москва бы меня запомнила согласитесь ну все мои дорогие наша шляпная вечеринка на этом вроде как закончилась но мы видите определенной командой пошли гулять по москве поэтому для нас еще все продолжается и после нашей прогулки мы с девушками зашли это место называется типичный московский дворик производители сюда приводят многие экскурсоводы здесь жителями этого двора это на причистенке 32 дробь 7 мы находимся и 32 дробь 1 в общем причистенка 32 жители этого двора этих домов обустроили здесь все создали антураж и атмосферу тех времен сейчас здесь находятся разные художественные мастерские проекты но сама по себе вот сохранившаяся архитектура действительно такого московского дворика достаточно колоритно и необычно и нам еще повезло в это время здесь смотрите цветут яблони вот видите какая красота ну в общем будете в москве я вам советую обязательно зайдите и прогуляйтесь тут потому что здесь действительно очень колоритно в любое время года в принципе отреставрированы особняки которые тут находятся старый фонарь сохранен в своем так скажем историческом облике стоит такая старая будка ларек для продажи не знаю чего мороженого может быть и как я уже сказала здесь находится много всяких архитектурных и художественных мастерских различные арт-проекты и вот в рамках них даже какие-то тут ведь и стоят скульптуры вот в такое интересное место я привела своих гостей после нашей вечеринки ну и по дороге захватила всех вас так что у кого хватило терпения и мужества дослушать наше хихиканье прогуляли с нами по этому чудесному двориком ну а яблонь красная посмотрите просто впечатляет красота вот у нас ничего не цветет хоть здесь полюбуюсь ну что как вы думаете чем продолжается вечеринка нет она еще не заканчивается нас еще до электрички с настей есть время поэтому мы тут тесным нашим кружочком пошли в итальянский ресторан и так сегодня в меню пицца это пинза она вот на таком тоненьком смотрите тесте груша горгонзола как тянется и какая хрустящая корочка 4 сыра ням ням кто на диете тот не смотрит подсказывают и белые грибы с чем там еще с трюфелем с трюфелем ням ням простите меня я опять на ночь со своей едой вами на этом прощаюсь и хочу в конце сказать чтобы предосхитить комментарии некоторых может быть мы пили только яблочный сок хотя мы там такие веселые что поверить в это трудно мы по жизни такие веселые да все пока пока до новых встреч на канале были очень рады что вы к нам присоединились ваш ташмоляр пока и и и Субтитры подогнал «Симон»